Цегламенская библиотека номер 16 представляет Затейники и фантазёры К юбилею цикла юмористических рассказов Николая Носова «Фантазёры» В 1957 году был опубликован сборник юмористических рассказов Николая Носова «Фантазёры». В него вошли рассказы «Живая шляпа», «Мишкина каша», «Огородники», «Леденец», «Саша», «Нагорки», «Фантазёры», «Затейники», «Автомобиль» и другие поучительные и смешные истории. Кстати, рассказ «Фантазёры» в первой своей публикации в журнале «Мурзилка» назывался «Мишутка и Стасик». В 1965 году по мотивам рассказов сборника был снят одноимённый фильм. Николай Николаевич Носов родился в 1908 году в Киеве. Детские годы он увлекался музыкой, театром, шахматами, фотографией. Носов сменил множество профессий. Продавал газеты, возил брёвна, был простым рабочим. Затем создавал кинофильмы и мультфильмы. И только после такой трудовой жизни Николай Николаевич стал писателем. Сам Носов говорил, что начал писать для детей совершенно случайно. Сперва просто рассказывал сказки своему маленькому сынишке и его друзьям. Постепенно я понял, что сочинять для детей – наилучшая работа. Она требует очень много знаний, и не только литературных. Николай Носов, относясь с большим уважением к своему сыну, перенёс это на всех детей, кому адресованы рассказы. Дети это чувствуют и отдают взамен своё уважение и любовь. Так не в этом ли секрет популярности писателя? «Фантазёры» – это сборник рассказов о детях 6-12 лет. Носов ввёл в детскую литературу нового героя. Наивного и здравомыслящего, озорного и любознательного непоседу, одержимого жаждой деятельности и постоянно попадающего в необычные, зачастую комические ситуации. Читая рассказы, видишь перед собой реальных ребят, точно таких, каких мы встречаем в повседневной жизни, с их достоинствами и слабостями, глубокомыслием и наивностью. Юмористические ситуации помогают Носову показать логику мышления и поведения героя. Действительная причина смешного заключена не во внешних обстоятельствах, а корениться в самих людях, человеческих характерах, писал Носов. Рассказы и повести писателя – книги о реальной жизни современных ребят, в которых юные читатели могли узнать не только себя, но и обстановку, в которой жили. Обстановку семьи, школы, улицы, пионерского лагеря. Веселые книги Носова рассказывают о серьезных вещах, и дети, воспринимая жизненный опыт героев, узнают, как трудно, но как хорошо быть ответственным за порученное дело. Рассказы Носова отражают особенности детского восприятия. Лаконичный выразительный диалог, комическая ситуация помогают автору обрисовать характеры ребят. Писатель смело прибегает в своем творчестве к фантазии, озорной выдумке. В основе каждого его рассказа или повести лежит случай, который произошел или мог произойти в жизни. Описываются характеры ребят, каких мы часто встречаем в окружающей действительности. Николай Носов писал веселые книги, но в каждой из них сквозь забавные приключения и смешные недоразумения проглядывает ненавязчивая мораль. Очень важными особенностями его юмористического таланта были способность откликнуться на актуальные проблемы воспитания и умение в эмоциональной, занимательной форме решать важные морально-этические проблемы. Вот обзор нескольких рассказов писателя из юбилейного юмористического цикла. «Фантазеры». Рассказ Николая Носова, на котором выросло не одно поколение советских ребят. В нем двое друзей коротают время и фантазируют о своих возможностях. К ним присоединяется мальчик Игорь. Он хвастается тем, как обманул родителей и подвел под наказание сестру. Что ответят ему мальчики на подобные откровения? Чем закончится их расставание? Прочтите вместе с детьми в рассказе. Он учит настоящей дружбе, сочувствию, умению делиться и тому, как отличить воображение от лжи. Рассказ «Живая шляпа» останется актуальным всегда. Этот веселый рассказ был любимым у многих в детстве. Почему же он так хорошо запоминается детям? Да потому, что детские страхи преследуют ребенка на протяжении всего его детства. А вдруг это пальто живое и сейчас меня схватит? А вдруг шкаф сейчас откроется и кто-то страшный выйдет из него? Помните ли вы эти страхи? Думаю, что да. Мишкина каша произведение Носова, которое любимо многими детьми. В нем рассказывается про то, как двое ребят, Миша и сам рассказчик, остались одни на несколько дней на даче. Мама повествователя дала им инструкции, как варить еду, чего и сколько класть при варке каши. Первый же опыт в кулинарии у мальчиков оказался провальным, потому что ни один из ребят не прислушивался к наставлениям мамы. Автор рассказа напоминает юным читателям, как важно слушать советы старших, быть самостоятельными и не зазнаваться. Огородники. Огородники – это произведение Николая Носова, которое заинтересует ребят и младшего, и старшего возраста. Оно рассказывает о жизни двух друзей Коли и Миши в пионерском лагере. В разгар лета ребята всем отрядом участвуют в конкурсе за звание лучшего огородника. Научатся ли друзья возделывать участок, ухаживать за растениями и приходить к общему мнению? Узнайте эти подробности из рассказа. Он учит целеустремленности, воли к победе и умению согласовывать свои действия с другими людьми. Затейники. Рассказ, который стоит прочесть детям. Мальчик Петя и девочка Валя прочли сказку про трех поросят и решили построить себе домик, как у них. Соорудили они под столом себе жилища из одеяла, а тут и волк объявился. Откуда взяться серому разбойнику? Прочтите вместе с детьми рассказ о богатой фантазии, умении находить выход из любой ситуации, а также различать реальные и вымышленные события в самой правдоподобной игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин